здравствуйте и вновь на урок химии я приглашаю учеников восьмых классов начале урока я прошу вас разделить на две группы следующие выражения то их очень много подумайте на какие две группы можно их разделить маленький радиус атомов или большой на внешнем уровне от одного до трех или от четырех до восьми эти вещества могут обладать ковкостью или металлическим блед блеском у них газообразное агрегатное состояние они пластичны у них различная окраска может быть они имеют плохую электропроводность твердое агрегатное состояние или наоборот хорошую теплопроводность или хорошую электропроводность ярко выраженные восстановительные свойства или окислительные может быть они обладают аллотропии если вы все определили правильно то вы делите эти высказывания на следующие группы и так вещества имеющие большой радиус на внешнем электронном уровне от одного до трех электронов ковкость металлический блеск пластичность твердое агрегатное состояние хорошая теплопроводность хорошая электропроводность и у них ярко выраженные восстановительные свойства это конечно же металлы а вот все остальные выражения относятся к не металлом то есть у них маленький атомный радиус них большее число электронов они могут иметь различную окраску плохо проводят электрический ток и у них ярко выраженные окислительные свойства и обладают аллотропии металлы имеют металлическую кристаллическую решетку а не металлы обычно образуют молекулы соответственно молекулярную кристаллическую решетку в качестве домашнего задания вам нужно было определить тип химической связи вид кристаллической решетки степень окисления элементов и предложить структурную формулу я прошу вас посмотреть на экран и проверить свое домашнее задание напоминаем что со 3 имеет ковалент на полярную связь и молекулярную кристаллическую решетку кальций хлор 2 вещество с ионной связи соответственно ионная кристаллическая решетка о 2 обладает ковалентной неполярной связью и молекулярную кристаллическую решетку натрий металлическая связь металлическая кристаллическая решетка и алюминий 2 у 3 это вещество имеющие сильно полярную ковалентную связь и обладает это ее особенность атомной кристаллической решеткой структурную формулу вы проверяете а мы сегодня начинаем новую тему которая называется галогены давайте изучим и сегодня отменно элементы галогены а по-русски соли роды все от фтора и до йода даже неустойчиво остат быть в семействе этом рад напоминаю что галогеном относятся элементы седьмой группы главные подгруппы то есть фтор хлор бром йод и остат особенностью строения атомов этих элементов является следующее на последнем электронном уровне у этих элементов у всех по 7 электронов отличаются они только числом энергетических уровней у фтора только два энергетических уровня у хлора 3 у брома 4 у а йода целых 5 сравнительная таблица показывает то же самое то есть количество энергетических уровней заряд я надеюсь в этой таблице воспользуетесь но обратите внимание как меняются другие свойства галогенов радиус атома с увеличением числа энергетических уровней увеличивается а вот электроотрицательность окислительные свойства и не металлические свойства ослабевают запомнить пожалуйста сверху вниз электроотрицательность окислительные свойства и не металлические свойства галогенов ослабевают я прошу вас своих тетрадях начертить таблицу колонок 5 это фтор хлор бром йод и остат и четыре строчки цвет агрегатное состояние когда был открыт элемент кто его открыл и где этот элемент встречается в природе мы сейчас изучим по каждому элементу определенную информацию чтобы вам легче и и было запомнить вы ее занесете свои таблицы и так внимательно слушайте и не забывайте заносить соответствующий материал в таблицу первым проговорим о фторе фтор был открыт французским химиком масса 1886 году он использовал электролиз жидкого фтора водорода охлажденного до температуры минус 23 градуса это был очень дорогой опыт потому что в качестве электролизеров были использованы платина и иридий причем на получение одного грамма фтора расходовалась до 6 грамм платины себестоимость фтора была очень большая хлор хлор был открыт в 1774 году шведским аптекарем шеле в 1807 году английский химик гемфри дэви точно также получил самостоятельно газ и в 1812 году гей люсак дал этому газу название хлор сейчас хлор можно получить в лабораторных условиях при взаимодействии оксида марганца четырехвалентного и соляной кислоты бром обратите внимание какой он темно-коричневый был открыт в 1825 году французским химиком балар при изучении маточных рассолов он выделил темно-бурую жидкость балар писал точь-точь как ртуть есть единственный металл который имеет жидкую фазу при комнатной температуре бром есть единственный жидкий не металл который также имеет при комнатной температуре жидкую фазу йод обратите внимание это твердое кристаллическое вещество было открыто в 1811 году французским химиком куртуа и он также открыл йод путем перегонки маточных растворов в 1813 году гей люсак подробно изучил этот элемент и дал ему современное название йод которое происходит от греческого слова фиолетовый для йода характерно такое понятие как сублимация йод может находиться в двух агрегатных состояниях твердым и газообразным причем газообразное состояние йод проходит минуя жидкое состояние обратите внимание то есть колбу поместили кристаллики йода подогрели эти кристаллики 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 превращаются в газообразное вещество и появляется такой фиолетовое окрашивание газообразных веществ верхней части помещают другую колбу наполненную водой при достижении газа более холодной поверхности опять образуются кристаллики йода которые имеют такое вот красивое игольчатое строение остат остат был открыт в 1869 году и менделеев предсказывал его существование в будущем и он называл его эко-йод был он открыт путем искусственно и остат является наиболее резким элементом среди всех обнаруженных в природе в поверхностном слое земной коры толщиной полтора километра содержится всего 70 миллиграммов остата этот элемент был открыт и изучен искусственным путем в природе встречается он крайне редко и так мы дали информацию о пяти галогенах сравните то что вы записали с информацией на слайде физические свойства галогенов обращая ваше внимание что агрегатное состояние при обычных условиях галогенов меняется то есть тор это газ который не сжижается при обычной температуре хлор это тоже газ но он сжижается при обычной температуре под давлением бром при нормальных условиях является жидкостью но легко и улетучивающий и йод это твердое кристаллическое вещество способное к возгонке обратите внимание на цветовую гамму галогенов и запомните ее пожалуйста хлор имеет ярко желтую окраску хлор желто-зеленый бром коричневый идет фиолетовые кристаллы они обладают все галогены обладает резким раздражающим запахом и температура плавления у них от фтора к йоду растет причем радикально обратите внимание температура плавления фтора минус 220 а йода плюс 114 физическим свойствам галогенов можно обратить внимание как меняется температура плавления и кипения галогенов в зависимости от длины связи в молекулах галогенов обратите внимание у фтора небольшая длина связи температура кипения низкая у йода температура кипения очень высокая длина связи очень большая запомните это твердом состоянии фтор хлор бром йод имеет молекулярные кристаллическое кристаллические решетки и обратите внимание что все они состоят из двух атомов то есть втор 2 хлор 2 бром 2 йод 2 и кристаллические решетки их выглядят следующим образом если мы попытаемся определить тип связи то втор 2 ковалентная неполярная хлор 2 ковалентная неполярная естественно бром 2 йод 2 тоже имеет ковалентную неполярную связь почему у на последнем электронном уровне у галогенов по 7 электронов до окончания электронного уровня не хватает всего одного электрона они образуют общую электронную пару между двумя атомами то есть связь ковалентная неполярная своих тетрадях записываем химические свойства галогены это типичные окислители обратите внимание что окислительные и не металлические свойства сверху вниз уменьшаются то есть у фтора не самые сильные у йода самые маленькие ее тоже может проявлять металлические свойства ионы галогенов являются типичными восстановителями с водородом галогены образуют летучие водородные соединения аж хлор аж бром аж втор и только при растворении в воде образуются кислоты устойчивость галогенов водородов уменьшается в ряду от начала концу а вот сила галогенов водородных кислот наоборот увеличивается то есть если в вас спросят какая кислота сильнее аж втор или аж йод вы отвечаете что аж йод это более сильная кислота хлор хвалился нет мне равных галоген я самый главный зря болтать я не люблю все на свете отбелю йод красой своей гордился твердым был но испарился фиолетовый как ночь далеко умчался прочь бром разлился океаном хоть зловредным зловонным но румяным бил себя он грозно в грудь я весь бром никто не будь втор молчал и думал ведь приду окислю всех и это действительно так втор это самый сильный по электроотрицательности элемент записываем по тему химические свойства галогенов итак первое галогены взаимодействуют с металлами хлор непосредственно реагирует почти со всеми металлами с некоторыми только в присутствии влаги или при нагревании при повышенной температуре хлор реагирует с натрием вот с образованием таких красивых иск при взаимодействии с не металлами образуются соответствующие фториды или хлориды взаимодействие с водой запомните пожалуйста когда галогены реагирует с водой то при этом образуется несколько кислот 2 если происходит взаимодействие без температуры то образуется соляная и хлорноватистое если при температуре то могут образоваться хлорные кислоты с большей степенью окисления четвертое взаимодействие с солями других галогенов более активные галогены вытесняют менее активные из растворов их солей то есть хлор 2 будет реагировать с натрий бром а вот наоборот реакция не пойдет потому что бром гораздо слабее хлора пятое взаимодействие с растворами щелочей тогда галогены могут реагировать со щелочами при этом образуется также две соли и вода натрий у аж реагирует с хлором образуется натрий хлор натрий хлор о и h2o если эта же реакция происходит температуре то вторая соль может иметь большую степень окисления получение хлора в промышленности хлор получает электролизом расплава или раствора то есть натрий хлор при электрическом разряде разлагается на катоде образуется натрий а на аноде образуется хлор в лаборатории его получают при взаимодействии соляной кислоты и оксида марганца четырех валентного биологическое значение галогенов запоминаем втор предотвращает кариес является необходимым элементом в процессах обмена веществ в железах мышцах и нервных клетках хлор хлорит натрия стимулирует обмен веществ рост волос придает бодрость силу входит состав плазмы крови бром соединение брома регулирует процессы торможения и возбуждение центральной нервной системы то есть без соединения брома нервная система работает со сбоями недостаток йода в воде и пищи приводит к снижению выработки гормона щитовидной железы и заболевания эндемическим зобом вспомните галогены в чистом виде являются ядами а вот соединение галогенов очень даже полезны применение хлора хлор применяют как обеззараживание питьевой воды производстве лекарственных средств отбеливания бумаги в качестве яда химикатов производство соляной кислоты и пластмассы каучики давайте разберем каждый отдельно фтор 2 да да фтор 2 используют для получения фреонов как хладагента и в каждом холодильнике он присутствует также соединение фтора присутствует в зубной пасте соединение фтора необходимы как окислитель ракетного топлива тефлон это то слово которое уже вошло в нашу жизнь тефлоном называют органической платиной перед ним бессильно расплавленные щелочи высокие температуры и сильные кислоты и даже царская водка тефлон выдерживает любые химические и температурные нагрузки хлор хлор применяют как отбеливатель бумаги для производства соляной кислоты производства медикаментов ну и на санитарные нужды на хлорирование воды бром бром используют для получения лекарственных средств фотографии и как ингибитора воспламенения очень опасные вещества йод каждый из вас видел флакон йода используемый как лекарственные препараты но йод используют для получения цветной фотографии для создания галогеновых ламп и в том числе для глубокой очистки металлов йод используется как пятипроцентный раствор для дезинфекции кожи вокруг повреждения а также в рентгенологических и томографических исследованиях применяются йодосодержащие контрастные препараты химии не бывает без задач я предлагаю вам решить одну из них и так записываем вычислить объем водорода и количество вещества вольфрама полученного из девятьсот двадцать восемь килограммов технического оксида вольфрама содержащего 25 процентов примеси записываем дано нам необходимо найти объем водорода и количество вещества вольфрама ню нам известно что массы технического вольфрама составляла девятьсот двадцать восемь килограммов мы переводим эту единицу в граммы и массовая доля примесей 25 процентов я вас не бросаю мы сейчас прорешаем эту задачу вместе итак нам нужны дополнительные данные нужно вычислить малярную массу вольфрам о 3 это оксид вольфрама шестивалентного 232 и нам необходимо вспомнить что малярный объем любого газа составляет 22,4 литра решение и так сначала мы находим массовую долю чистого оксида вольфрама то есть если 25 процентов примеси значит массовая доля чистого вольфрама 75 процентов для того чтобы найти его массу умножаем массу технического вольфрама на массовую долю и образуется получаем что эта цифра равна шестьсот девяносто шесть килограммов для того чтобы найти количество вещества нужно массу разделить на малярную массу составляем уравнение реакции оксид вольфрама шестивалентный плюс водород образуется вольфрам и вода обязательно реакцию уравниваем и проставляем те данные которые нам известны по уравнению реакции на 1 моль оксида вольфрама необходимо 3 моль водорода и образуется 1 моль вольфрама нам известно что вольфрама было 3 моль соответственно по уравнению реакции мы определяем что не у водорода равно 9 они у оксида вольфрама 3 моль для того чтобы найти объем водорода мы не умножаем на малярный объем находим что объем водорода равен 200 1,6 метров кубических записываем ответ вы решили задачу вторая задача вычислите количество вещества кислорода и азота содержащегося 100 литрах воздуха записываем дано что необходимо найти я очень хочу чтобы эту задачу вы решили самостоятельно а после того как вы просмотрите видео проверили свою задачу ответы которого должны получиться 0 94 моль кислорода и 3,48 моль азота отгадать элемент этот химический элемент входит состав костной ткани и зубной эмали его соединение добавляет зубную пасту конечно же это фтор его слабый запах может ощутить водопроводной воде и обеззараживают воду и применяют для отбеливания это хлор его запах можно ощутить при входе в большинство медицинских учреждений на его основе изготавливают многие медицинские препараты это бром каждый пользовался спиртовой настойка этого вещества как кровоостанавливающим и обеззараживающим средством естественно это йод я благодарю вас сегодня за работу мы познакомились с веществами галогенами изучили их физические и химические свойства еще раз просмотрите видео и обязательно выучите это а чтобы вам легче было учить составки опорный конспект который будет с вами всегда спасибо за работу